На нашей маленькой родине есть заброшенный стадион в Ворге, муж костит, дети ждут для того, чтобы в условиях пандемии хотя бы немножко тренироваться, потому что в квартире в городе это делать уже невозможно. Вот так у нас происходит каждый день. Тренировок нет, ребенок занимается этим дома. Скоро разлетится весь дом. Когда же тренировки начнутся? Я занимаюсь футболом. Я думаю, все знают, что это вид спорта. Мы хотим, наша вся команда, я уверен, что весь Смоленск, весь мир хочет уже играть с другими пацанами. Ну, там ездить на выезды в другие страны, в другие, может, города, а может, другие деревни. Я очень соскучился по тренировкам и по своей команде. Я хочу, мам, я хочу на тренировки, а на футбол. А еще куда? На плавание хочешь? Нет, на плавание не хочу. А куда? На футбол только. Больше никуда не хочу. Хорошо. Сегодня в очередной раз в СМИ появилась информация о том, что ограничительные мероприятия, в частности, такие как тренировки детей, в данном случае нашего, это футбол, продлеваются до 20 июля. Мы на протяжении уже 4 месяцев проводим, так сказать, самостоятельные тренировки. Организованных мероприятий никто не проводит. Тренер боится, так как существуют определенные штрафные санкции, вплоть до увольнения с работы. Дети маются, хотя бегают так же на улице, так же играют в футбол, но об организованных мероприятиях речи, конечно, не идет. Известные тренера мира по футболу неоднократно упоминали о том, что прерывание тренировочного процесса на месяц это уже критично, а когда они находят уже по несколько месяцев, это достаточно долго. В юном возрасте ребят надо формировать навыки обращения с мячом, учить их работать в команде. На данный момент это невозможно. Все это существенно затрудняет и дальнейший процесс втягивания их в игру. Элементарно даже. Некоторые могут просто остыть к футболу, что самое печальное. Поэтому предлагаю все-таки обратиться с какой-то инициативой.